здорово народ сегодня у нас 9 мая поэтому всех с днем победы вместо того чтобы гонять пьяных немцев мы решили пойти по музеям ну тем более что здесь как бы особо ты не отпразднуешь потому что генеральное консульство россии вообще закрыто выходной день сегодня у них и если раньше они устраивали пикники приглашали всех желающих то вот в этом году как-то вообще ничего единственно что было это на 6 мая бессмертный полк это он проходил на островах ну поэтому особо больше ничем не займешься так что мы мы сегодня по музеям и первым на очереди дома бахче чё-чё-чё дома бахчо ну чё вот так вот значит выглядит внутренний дворик местного падишаха вид хороший выходишь прямо на босфор так вот с кофе очкам с утрева смотришь на караблики ну на самом деле напоминает петергоф чем что-то другое да больше всего похоже конечно на петергоф туристов поменьше да походу это запускают 15 человек группами не проблема сейчас найдем еще 13 человек ну чё как оно полчаса ногу здесь никого не было так вот я иду все время так куда-то приходишь постоянно подбегает народ фонтаны селезни ну вон там видишь селезни плавают у тебя же дикие натуральный петергоф петергоф это хрень полная или петергоф это хрень полная да я понял не ну так по-богатому в принципе по сравнению с твоей квартирой да по-богатому по сравнению с моей квартирой все по-богатому если это так султаны жили то простите что плохо жили что ли бедный народ жил вообще там в трущобах грубо говоря ну это проблема народа султана блин ты как это как лозунг на президентских выборах это проблема народа а не султана зато погода хорошо фотографировать ну в принципе да это потому что против солнца хреново единственно только может более блекловато получается ну моют только по понедельникам четвергам видать когда лавочка закрыта зато ворота высокие чтобы никто не залез ну и так и забор и ворота вон там захреначили калитку ну так-то да и вновь продолжает с собой и сердце так бьется в груди блин понабежали долбаные туристы колонка вообще же не было просто был пустой парк стоит куда-то прийти сразу нажжет так входа какие-то две непонятные ужины черного цвета вот очень грамотно с гравием сделали не надо заморачиваться с чисткой уборкой вся грязь считай уходит и вода тоже ну султан то понятно я к тому что у нас вот хреначат асфальтом и потом все это нужно это от окурков и прочей хрени убирать а здесь все само в крайнем случае тем же гравем закопал и все а да кстати по ценнику значит чтобы вообще все посмотреть стоит 60 лир если без гарема ну той части где гарем содержался то 40 мы вот взяли за 40 потому что ну хрен или там 20 лет переплачивать смотреть как трехсотлетний шаловьё там жила вот все на реконструкции все дворцы везде леса стоят может мы так неудачно приехали конечно может они постоянно что-то ремонтируют делают строят но половина дворцов все время в лесах строительных да ну так снаружи короче это обычный парк единство такого архитектура такая выгабенистая глазу принципе есть за что зацепится ворота в море открыты что пишут слабый вай фай дома бахче фри о тут оказывается высокоскоростной должен быть за такие бабки да ну в общем если кто знает чем заняться 9 мая в стамбуле пишите в комментариях ну что мы не придумали ничего другого кроме как пройтись по музеям в принципе идея удачная потому что народу сегодня мало насколько я знаю тут во дворце 46 или 47 туалетов так что султан то еще ссыкло было а у меня есть план но я курить не буду вот султана сэкономили заразы главное то что как сказать фронтальная часть да то что выходит на босфорский залив то что выходит к центральному входу оно все в лепнине все такое ажурное фигурное красивое вот пожалуйста задняя часть так сказать вообще никакого шика блеска но обычное здание тупо покрасили все вот так что не только русские любили экономить эти тоже те еще ребята вот управлять мы тут бамбук он насадили экзотично красиво вот может быть конечно не присутания может быть позднее и он весь главное исписанный туристы побывали уже отметились вот что за черта нужно взять на все и зарисовать испохабить ладно чё мы сами такие да жили же люди а принципе большой такой дворец территория просторная как понимаю делалось так чтобы вообще за пределы не выходить спокойно сиди работой султаном и офисы дом в одном месте еще горим смотреть туда девчонок уже ли 300 не будет смысл так а где мой олекс а а вот он нашли тут музей часов также есть музей художного искусства painting museum в общем тут помимо дворца все куча других всех музеев которые можно посмотреть а умные часы и чё и как они работают тикают только когда луна ну а какое время мне показывать без 10 4 сказал ну на них написано рисована он стрел есть я здесь не вижу ни четыре ничего просто перейдите он лично пишет на 6 разных видов времени показывал шесть мелодий а шесть мелодий а нау фото sorry sorry да оказалось что в музее снимать нельзя видимо у них от цвета вспышек портятся не только фрески но и часы ладно в общем так походил посмотрел в принципе обычный музей но достаточно интересно потому что своеобразные такие часики во первых все стрелки они с этими с полумесяцами то есть ну прям такие эти мусульманские мотивы письменности их везде на часах вот часы есть интересные со всякими барометрами термометрами календарями вращающимися глобусами разнообразные ну и что поразило это то что значит во французском стиле почти все практически все френч мэйд написано и практически все 19 век там начало конец все 19 век все во французском стиле но делалось походу именно вот для для оттамана потому что потому что вот кругом символика мусульманская вот музей каша небольшой такой но часов достаточно много и они весьма весьма своеобразные посмотреть стоит и ну и я чё понял это то что вроде как дворец это небольшой да то есть по территории пройтись это там ну полчаса максимум вот если заходить в сети музеи то это на целый день ну реально вот на целый день вот потому что там час в одном музее час в другом сейчас если пускают еще в этот музей и художественное искусство еще туда заглянем если везде ходить даже в лягу без гарема мы взяли то это прям надолго ну тем интереснее а тут на территории очередные долба птицы павлины не знаю скоро найдем где-то бегают и прячутся от нас они видимо это немецкой породы боятся 9 мая выходить вот вся мы цесара парочку поймаем ничего не с это сваливают боятся что ли вот они долба птички все ломанулись короче не хотят позировать куда-то ломанулись вот они а где-то павлинов то увидел сейчас китайцы будут загонять цесарок на нас где-то точно павлин так вот это прямой зоопарк животные гуляют свободно павлин в гордом одиночестве стоит скучает ну вот сейчас мы добьем 40 лир наши можно и мясца пожарить шашвычок с павлина и подушку набить пера хватит да что ты смотришь долба птица цепа 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 ну все началось перекличка кто присутствует ну короче такая вот она султанская дача походу не один любитель птиц был прилично так живности до яйца где а курица где яйца правильно саныч давай на шашлыков блин бегают шугаются да все прикольные короче нашел все развлечения султанском дворце но их нафиг все эти часы и скульптуры вот живность ну что посмотрели мы на эту бахчу сожалению снимать внутри оказалось нельзя также нельзя заходить в комнаты то есть по коридорам вас водят по двум этажам сами комнаты заходить нельзя вот но тем не менее достаточно интересно было и достаточно долго мы ходили там есть экспозиции экспозиции фарфора вас наборов чайных кофейных наборов всякие там регалии атаманские и прочее куча картин я не знаю короче ну в общем так-то музей музеем но весьма специфический в том плане что посмотреть на мусульманскую культуру как все это вообще выглядело необычно вот я например увидел самовар что для меня было открытие ну как-то я привык что ассоциировать это с россией а тут мусульманский дворец там посреди дворца самовар вот ну так же меня удивило то что среди всех этих позиций не было экспозиции кальянов то есть там стоит одиночный кальян вот один и все хотя ну как бы можно было бы списать на то что они не курили так много но это не так потому что там есть экспозиции со всякими держателями для сигарет вот то есть курить они смолили там сжигалки всякие прочее то есть это пожалуйста но кальян тем не менее почему-то один это было странно ну из интересного конечно оформление само так по-богатому очень богато жили оттаманы люстра здоровая посреди зала напомню на всех фотографиях этого дворца ну когда изнутри фотографируют там журналов в интернете вот ну не знаю в основном в остальном конечно короче привлекает именно вот мусульманской культурой посмотреть как жила другая нация другая религия вот немножко утомляет ходишь очень долго этими коридорами выматывает конкретно сейчас вышли и прям больше не хочется по дворцам ходить вот честно говоря одного от дворца для одного дня выше крыши ну мы может конечно напряжемся сейчас сгоняем еще один дворец посмотрим что что там сравним на азиатской стороне ну а здесь наверное все папа папа у 9 мая в принципе я не знаю мне кажется провести 9 мая в дворце султана но это как минимум необычно вот поэтому если вам надоели парады победы ну как надоели если вы устали немножко если вы немножко устали от парадов победы и однообразие которое ну из год из года в год одно и то же то стоит сменить обстановку я думаю посещение султанского дворца на 9 мая это как минимум необычно ну и отчасти интересно ладно пока все всем пока выходила на берег катюша на на высокий берег на крутой выходила песни заводила про степлого сизого орла про того которого любила про того чьи письма берегла